Раз, раз. Всем доброе утро. Приятно очень быть с вами здесь. У нас как бы у партендеров, да, вот утро у вас, а у нас стадия глубокого сна, потому что в это время мы еще спим. Просыпаемся обычно часа, да, в 4-5 вечера и завтраком идем на нашу работу. Меня зовут Метрия Коломейц. Мне будет очень приятно сегодня с вами. Я хочу с вами поделиться сегодня той информацией, которой действительно никто не хочет общаться, умалкивают, и, как правило, все на нее забывают. Поговорить о тех факторах, которые, ну, просто вот, непостижимы ум. Так, начнем мы с первого. Меня зовут Метрия Коломейц, я являюсь бортендером бара «Баровоз». Собственно, бары, да, вот сегодняшняя тема. На сегодняшний день бар, да, вот такая темная часть творческая, потому что люди уже не ходят в бар, чтобы сделать какой-нибудь там welcome drink, да, перед ночным клубом, вот, чтобы «Эй, давай, вот мы сейчас сделаем парочку шотов, да пойдем». Сегодняшний поход в бар, это, в некоторой части, это поход в театр. Потому что, когда ты заходишь в бар, да, вот активный, ты наблюдаешь всю картину, которая, всю атмосферу, да, вот, которая тебя, вот, начиная с первого шага, да, когда мы заходим в театр, нас встречают гардероби, вот так же самое, вот, в баре, да, нас встречают барменов. И этот театр, вот, тебя окружает общением, действиями барменами, всеми движениями, да, в сопровождении безкачьи, напитками. И, если это правильное построение пара, да, вот, все это будет гармонично работать, мы, конечно же, придем сюда снова. И это, и это снова, это такой наш маленький мир, который нас затягивает. Вот, ведь вы не как, вот, если вы придете в заведение, да, вам будет уныло, вас никто не встретит, с вами никто не пообщается, ну, вряд ли вы туда придете. Вот, и со всем этим фактором, да, вот, конечно, скрыта эта команда. Ведь без команды, нашей мечты, всего этого бы не было. Все самое главное в этой команде построения, это, конечно же, наши владельцы, да, то, как они идут нам навстречу. И эти факторы сейчас мы немножко разберем. Это на фотографии наш бар, бар-поровоз. Собственно, атмосфера уже видна, да, все счастливы, все пьют, все довольны. И, естественно, хочется вернуться сюда, да, снова. И удивительно, знаете, вот, что многие вот владельцы других заведений, они вот постоянно жалуются, я как будущий бармен, я знаю, что ко мне приходят очень многие бармены, и они жалуются, все владельцы, блин, и почему от нас уходят ребята, что мы не так делаем, почему вот у нас такая текучка кадров большая, ведь это наш потенциал, ведь это, мы вроде душу влажим, да, текучка происходит, происходит, и мы ничего с этими можем сделать. Я говорю, ребят, посмотрите на более глубже, да, вот, какие-то моменты. Конечно же, прежде всего, владельцам это важна финансовая часть. Без нашей прибыли, да, но наша цель, это, конечно, прибыль. Сколько в зале есть ребят, которые желают открыть бар на сегодняшний день? Есть ли такие? Есть. Есть. Бар открыт, на самом деле, проще, проще, ну, минимальное вложение, а себестоимость будет также минимальная, потому что у нас нету, я забар сейчас, полноценный, нету кухни, у нас только хостес, это пару официантов может быть, но сейчас очень актуально это, когда уже бармены являются и официантами, и хостес, что есть приемлемо. Итак, едем дальше. А вот эта вот формула, которая для меня, на самом деле, является безупречной. Это конечная цель, это прибыль, конечно же. За прибылью идет успешный бар, и, начиная с низов, это есть фундамент, это вот команда мечты. Потому что команда мечты, она должна быть цельным механизмом. Вот когда ты приходишь в заведение, да, и ты видишь постройку многих ребят, барменов, и каждый пытается тянуть на себя тело, это очень видно. Каждый пытается быть самим собой, нету одного цельного. У нас в баре построено так, что наша команда является одним звеньем, да, и если мы видим какую-то разведженность, то, что один уходит вправо-влево, это все отыгрывается на конечном, это на гости. Потому что команда должна быть одним цельным. Это очень круто, потому что часто приходят, да, вот, все считают, ну, и придут мнение, что бармен – это тот человек, который не нашел работу, вот, да, это подработок, какой-то студент пришел, да, с улицы, вот, зачастую. На самом деле, да, вот, есть бармен – это творческий человек, который рисует своими красками, палитрой, да, и придавая эти картины гостю. И вот когда цельная работа, сложенная ребятами из аббатом, да, вот, эту картину рисует несколько человек, она и быстрее получается, она получается более качественной, красивей, да, вот, и гости это ценят. Ты отдаешь эту палитру, да, вот, гостю с каким-нибудь небольшим стори-теллингом, да, вот, красивым. Ведь уже многие гости, даже, приходя в бар, да, вот, они хотят послушать какие-то истории, потому что все-таки коктейли – это культура питья, да, является, это классика, это история. Ведь более 200 лет уже, как появился первый официально коктейль, который был опубликован в газете. Так, ну, я хотел сказать, когда, вот, тоже много заходят владельцев к нам в бар, и хотят, ну, собственно, вот, вы собрались в этот бар, да, заведение, окей, небольшое, и все ходят, конечно, местоположение играет большую роль, это же центр, да, вот, и все ходят по соседним барам, да, вот, как шпионы такие, а что ж там готовят, какие там цены, что подают, что нынче трендят. И, как правило, да, вот, эти все взолодецы, они приходят в бар, такие, как шпионы маленькие, хоп-хоп, им все не нравится, потому что мы их сделаем лучше. Они замечают очень много деталей, это, как правило, может быть, любое, это, вот, музыка мне нравится, интерьера, мне нравятся даже те коктейли, для них те вкусные, потому что они сделают лучше. И что им действительно нравится, это нравится эта команда, вот, да, потому что вот эту команду я бы хотел, чтобы эта команда работала у меня. И, как правило, владельцы задумаются, почему эту команду, да, вот, не создать с нуля, не сделать самому. Почему именно одни успешны, один бар успешный, а второй, ну, вот, почему-то там все так плохо, да, как бы, и все же есть, и, пожалуйста, и оборудование, и качественный алкоголь, и вроде же мы как в центре, да, но один-то качает бар, ходит в гости, да, а во втором нет. И все это лежит, вот, это на общине, на госсепринсе. Но сегодня не будем об этом, потому что на эту тему можно много общаться, на госсепринсе. Мы будем ехать дальше. Самая вот моя наболевшая тема, это то, что сразу кидается в глаза, это внешний вид. Когда вы заходите в заведение, да, вот, сразу первое впечатление, вот, вы смотрите лицо бармена, как он одет, его детали, что у него, вот, очень много нам, да, вот, в нашем баре делают похвалу, вот, о том, что красивые рубашки, да, рубашки, да, сорочки, в галстуке, может быть, бабочка, на руках, я очень много спрашиваю, что у вас на руках, там, чтобы не пачкали. У нас в руках где-то, на руках такие вот небольшие, сказать, тканевые резины, да, вот, которые служат для того, чтобы мажет не пачкался. Мы много шутим, а это с глазом, там, вот, это еще что-то. Ну, то есть, какие-то моменты, которые гости замечают, и им очень приятно, вот, а что, а что, а как, вот, даже, там, заканчивая твоими носками, вот, все это гости сканируют, понятное дело, и вы должны быть сегулочкой. И неважно, у вас активный бар, либо неактивный, вот, заходите в одно заведение, да, вот, ну, вроде и стулья есть за баром, там никто не сидит за этим баром, и бар мы такой, футболки, такой, хоп, нарядный, там, какая-то бронированная футболка, с какой-то рекламой текилы, да, там, ну, вот, и вроде все хорошо, но мы эти вещи не замечаем, внешний вид играет очень важную роль, и самому бармену тоже очень приятно, у него, у него, у него, вот, такое, здесь доверие, внушение, вот, почему-то владельцы на внешний вид стараются, да, вот, уделять менее внимания, для него главное, да, вот, мы сейчас сделаем атмосферу, сделаем сейчас дизайнера лучшего, пригласим, сейчас самое лучшее меню будет, ла-ла-ла, но, а внешний вид, ну, что у тебя там есть, черный, белый верх, черный низ, да, вот, по классике, вот, надевай, выходи на работу, будет все нормально. Продумайте концепт вашего внешнего вида, вот, на самом деле это очень главную роль играет, ведь то, как ты презентуешь, да, вот, ты чувствуешь себя с уверенным, комфортно, просто нравится, и они придут сюда снова, потому что, вот, эти детали, они очень важны. Так же самое, вот, бар, да, вот, я яркую фотку сделал, так же, с нашего бара, это, вот, небольшие, вот, цветы, вот, они так же приведают, приведают внимание, это живые, вот, о том, что здесь подчеркивают детали, то, что мы все забываем. В деталях это очень многое подчеркивает. Поэтому внешний вид, подумайте, заранее, может, это быть какие-то передники, неважно, может, это быть пивная, да, вот, которая, там, 30 видов пива, да, вот, может быть, это бар в ресторане, где, основная цель, это десерты, да, вот, но все-таки ваш бармен должен быть с иголочкой, потому что многие бармены жалуются, блин, вот, к нам никто не садится, вот, мы вот пытаемся, какие-то коктейли делаем, что-то создаем, вроде и душу издаем, да, вот, ну, и к нему никто не сядет, он такой неопрятный, он просто даже внушение не создаёт, вот, к нему подсесть, вот, ну, это вообще, вот, баскэм, внешний вид, это наболезно, обязательно. Чрезмерные нагрузки, вот, очень важно, что наши все саладекции, они такие еще советские, закалки, да, вот, приходишь на работу, устраиваешься, обсуждаешь свою заработную плату, так, ну что, с понедельника выходи, там, график будет у тебя 5-2, 10 утра, чтобы ты был на работе, ну, до 10 сегодня смена будет у тебя. Блин, 12 часов, ребят, ну, представляете, вот, вы стоите, да, я, честно, и 15 работал, это, это, мы можем это, мы ж в Украине. В Депропе, поверьте, это не нормально, мне удалось поработать этим летом, мы открывали пара в Франции, и в 1,5 месяца мы проработали, у меня был график в 36 часов в неделю, это максимум. Я чувствовал себя комфортно, мне было безупречно, да, и очень важно, это вот, когда приходит гость, а ты стоишь уже там 12-й час в этом баре, ну, у тебя лица нет, гости это все видят. Наведу тоже такой яркий пример, есть у нас такая тоже сеть, можно так сказать, слушай, боже, я так люблю заходить туда, там не то, что пармены, там просто официанты мертвые, ты приходишь, они в запаре, они бегают, они не то, что тебе не подойдут, у них лица уже нет, на лице написано, я уже домой хочу, вот, еще один, переперся, да, вот, то же самое в баре, вот, ты приходишь в бар, и такой стоит бармен, как бы, стоит, да, еле-еле, и заходят гости, он, блин, еще, сколько можно, боже, где они берутся, закрывай двери, там, вселенные, поэтому максимально, чтобы ваше, вот, все, что идет 50 часов, да, это уже сверхурочно, если вашу неделю будет бармен работать более 55 часов, ну, ваш официант придет в нулю, почему, потому что это все ваша выручка, при усталости, да, бармен чувствует себя не очень комфортно, отдача идет минимальная, нету ни общения, ни госсеприимства, это очень важно, не грузите ребят своих, в том числе, если у вас там девушки на баре, да, не грузите их максимально работы, график 12 часов, это ненормально, к примеру, мой график это 9 часов, да, вот, могу пойти по кружке, провести свой обеденный перерыв, своим удовольствием, это нормально, то есть 40 часов, это должно быть идеально на самом деле, потому что, еще раз повторюсь, когда гость приходит, да, вот, в бар, вот, он обращает внимание на персонал, который должен быть свеженький, красивый, где одет и прочее. Ну, а бармен скажет вам спасибо. Человеческая забота. Это такой фактор очень интересный, на данном снимке изображен учредитель бара, испанского в Барселоне, это Хавер де Лас Муэллес, бар называется Драй Мартини, мне удалось почтить, чтобы и здесь, дедушке уже 70 лет, он совладелец баром, он и бармен, и наливают они порядка, не знаю, ну, где-нибудь около 400 сухого мартини, барселализируется только на сухом мартини, да, все приходят погладеть на этого дедушку, как он стоит на мне. Это просто, не важно, что он с висителями в шейкер наливает, вот, все приходят к этому дедушку, это живая легенда, он уже продает свои книги, просто пользуется вечной популярностью. Я к чему веду, о том, что совладелец, как правило, да, он построил бизнес, все вроде бы и налажено, и все, и уехал куда-то, вы там занимаетесь, вот, есть барменеджер, там, есть какой-то супервайзер, не знаю, там, еще дел какой-то там, чара, да, и все прочего, нормально. Совладелец должен активно принимать участие в жизни вашего заведения, это очень важно, и персонал это очень ценит. Расскажу на примеры даже, если же такой же вот, ну, совладелец будет работать, я не знаю, встречать гостей, там, один день в неделю, ну, не много, да, один день в две недели, гости это ценят, это ценят, потому что этот персональный подход, он пошел к нам в Европу, да, когда совладельцы, как правило, уже люди, может быть, в возрасте за 50, они являются и официантами, они являются и барменами, они могут и посуду помыть, совладельцы, им не сложно, да, вот они видят грязную посуду, они возьмут, отнесут ее на мойку. Забота, забота о персонале, это очень важно, потому что, когда совладелец, да, принимает роль более активной работы, с вами, именно в жизни вашей, персонал это безумно ценит, что он тоже на своей шкуре ощутил все сложности, все, что приходится преодолять персоналу, да, дальше забота может заключаться в следующем, если, допустим, у вас в жизни что-то прошло не так, да, бывают все сложности, вы как бы обычный подрядчик, да, вы можете обратиться к вашему владельцу о помощи, небольшой там финансовой, все бывает в жизни, да, он с удовольствием пойдет на встречу, где-то подойдет к вам, спросит, я не знаю, там, ну, все эти там дни рождения, он это должен все помнить, знать, это очень приятно, когда вот небольшие эти моменты, они округляют вот в эту семью, потому что забота за владельца, это очень важно, не нужно забивать, что у вас есть подрядчики, которые будут исполнять роль командующего, да, вы будете где-то в другом месте, так, идем дальше, вот, вмеренное обощрение, хотелось им подчеркнуть это, то, что, раз, полгода, хотя бы, хотя бы, да, делать небольшие ставбазы, почему, потому что накипает все, поверьте, психологи, мы как и бармены, да, мы работники, и мы психологи, мы финансисты, мы и миксологи, ну, это просто такая унисекс-машина, да, которая накипает все, и вот эта вылазка, она должна быть, потому что, ты когда приходишь к себе на работу, да, ты даже не знаешь, как поживают там твои коллеги, там, тебе не хватает времени, ты приходишь, и тебе постоянно, вот, работа занята, вот, какими-то делами, по пару, да, но ты никогда не узнаешь, как у твоих коллег, там, проходят, будние дни, там, у кого было, там, может, там, какую-нибудь свадьбу, у кого, какая-нибудь еще история, вот, мы все время приходим на работу, все, смена прошла, мы едем домой, и так каждый день, каждый день, и она накипает, поэтому нужно делать небольшие дистопатии, поощрение, это обязательно, вот, к примеру, в этом году, да, проходил также барометр, второй год, нагрузка у нас была в баре колоссальная, три дня мы воевали, стояли, приехало все СНГ, представляете, наш бар еще был представлен на барометре, часть команды была там, одна часть команды была в баре, мы работали без выходных, на износ, это было по 28 часов в сутки, а что это барометр? А, барометр, это барный фестиваль у нас, где соединяет он на все страны мира, потому что, это не только СНГ, барный фестиваль, именно у нас в Украине, мы представляем бары, как правило, более порядка 20-25 баров, представлено, также можно ознакомиться с литературой, с барным оборудованием, с новинками, трендами, этот фестиваль, тот, который приносит нам новых гостей, мы знакомим иностранную публику с нашими трендами, с нашими локальными ингредиентами, о том, что мы входим на иностранный рынок, и в том году это был первый барный фестиваль, барометр, проходит он в Парково, в этом году был второй, ну это очень круто, ведь в этом году было 27 баров, сколько я знаю, и представляли также страны с СНГ, это было, также Европа было 5 баров, 150 лучших баров мира, это тоже можно прийти было посмотреть, и на ребятах общаться, и на их философию, на их коктейли, атмосферу, калорит, и вот после таких мероприятий остается очень сложное, небольшое там поощрение, в виде финансового награждения небольшого, оно сглаживает наше пустое, да, это есть, вот такие небольшие премии, да, они поощряют, потому что следующий ПГО, да, вот сказали, нет, ну его этот барометр, мы не хотим даже браться, не хотим выставляться, нам очень сложно, тяжело, и мы лучше в баре себе тихонько поработаем, да, вот в твоем, потому что, представляете, куда пойти, ага, вот есть там 5 баровки, и все, СНГ приехало, толпа залетела, люди ждут на 40 по часу коктейли, да, вот, и ты понимаешь, что коктейль это блюдо, оно не может вот так вот отдаться, да, вот за 3 секунды, потому что кость должен понимать, что он пришел в заведение, где не странно тебе коктейль, да, наливают, потому что это очень сложно, и тяжело, да, удержать публику, и донести им, да, если ты не профессионал еще своего, о том, что коктейль должен готовиться, ну, порядка 3 минут, это один, а если у тебя 20 коктейль, который у тебя заказали с ближайшей столики, с ближайших столов, плюс за бара, тут человек приходит, да, говорит, а мне можно, говорит, что-то, что-то кило налить, а ты такой, тут же, я ему должен пообъяснить, что вот у тебя есть очередь, да, которую нужно соблюдать, после чего я тебе говорю, что он не должен поднимать такой кипиш, о том, что, блин, ну это же 2 секунды, ну что тут там, бокал пива там налить, вы ему должны объяснить, что каждый напиток требует свое время, поэтому поощрение должно быть обязательно, и похвалить, конечно же, своего коллегу, да, именно солодецем, своего бармена, своего официанта, присутствие всех, это очень приятно. Вот тоже самая интересная вещь, это обучение и развитие. Как правило, знаете, бывает, открывается заведение, занимается там барменеджер, да, делает самую лучшую карту, самую лучшую карту. Проходит время, да, полгода, назовем, и эта самая лучшая карта превращается уже, ну не в самую лучшую карту, потому что ваш барменеджер, ваши бармены, они уже выжат, все, что они могли, все, что у них накопилось, вся информация, да, через жизненный опыт, они все внесли уже в этот бар, у них нет ни идей, у них нет ничего, они просто выжат. И надеясь, как правило, да, требует, нам нужно менять, идей просто нет. При этом, развитие для бармена, да, никаких не происходит со стороны владельца. Это очень плохо, ведь мы, так говоря, в первую очередь, это поездки. Не стоит забывать, это поездки нам дают, поездки, как правило, бывают на какие-нибудь мастер-классы, да, на какие-нибудь тренинги. Правило, это барные фестивали, у нас в Украине барометр, да, так стоит, в Берлине, да, в Бессиби, в Баркове Берлин, где представлены уже на международной арене, да, уже более так масштабно, новые бары, либо же тренды алкоголя, да, бармен по сети такую выставку, да, он очень круто победится, всеми новыми связями, знакомствами, он представит свой бар, он представит, как же Украину, на глобальном, да, вот, и вот обучение, вычитают все, и вот очень важно, записать ваших ребят именно на английский, это тоже очень важно, не требуйте с них там, они, ну, дома никто не будет заниматься, это я говорю сразу, может он заниматься для себя, для развития, если это будет ему интересно, вот, следующий момент, это также аграратарская, вот, это общение именно вашего барного с гостем, как правило, да, вот приходишь в заведение, те же официанты, да, и с тобой даже не то, что не поздороваются, там, даже постесняются что-то предложить, положат меню, вот, выбирайте, меня зовут Катя, Денис, и пойдет, вот, все, да, и на этом закончится, а в нашем, на данном этапе, наша цель, это удержать гостя, я никогда не даю, честно, меню в баре, если я даю баре, для меня это значит, что мне нужно там время поддерживать, глядой, пятница, угна ли, я там сейчас коктейли доделаю, что там мы хотели, это может быть самая загруженная идея, как правило, гость, когда приходит ко мне, да, я всегда его спрашиваю по желанию, я всегда спрашиваю его, такая его, впервые ли вы у нас, откуда ли вы приехали, откуда вы у нас узнали, после работы вы уставшие, что любите, что предпочитаете, какой я, там, базовый алкоголь, что вы пьете, на что любви, может, вот это общение, оно, конечно, развивает, и гостю приятно, то, что он есть желан, это все дает, именно ораторское, это искусство, что если ты закрытый в себе человек, тебе будет не очень комфортно, ставьте себя, я всегда ставлю себя на место гостя, и если ко мне гость отвечает вопросом, я хочу передать ему эту информацию, на что бы я хотел сам получить ответ, это очень крутое явление, и если у вас не будет именно по общению, по госсеприимству, это вот эти все обучения, у вас не будет прокачанный персонал, поверьте, граждане будет ходить к вам гость, также отправляйте их ребят на разные фуд-пэринги, сочетание напитка и еды, сейчас это очень большой тренд, это фуд-пэринг, а гость, когда заказывают напиток, он, может быть, и не хочет кушать, но если вы ему красиво объясните, о том, что вот ваша Владимири, да, будет сочетаться с этим стейком, с рибаем, медиум-реб рожак, и вы еще возьмете овощи гриф, там на гарнир, да, вот это будет безумное сочетание, и так же он увеличит кост продукта, и тем же самым выручка пойдет в кармашек, поэтому вот очень важно, это фуд-пэринг, это вот тоже, ну вот, очень много таких разных бывают тренингов, да, которые бармены мечтают попасть, да, и как правило, я в целом объясню, вот, вы можете даже не финансировать полную поездку, хотя бы половину, частично, вот, для меня бы было приятно поехать в тот же Берлин, да, вот, на эту выставку, да, на BCB, где представлена, ну, действительно, полос, это самая мировая, это вот, Терзер Коптерс, в новом ряде есть, и вот BCB, одна из самых, глобальных, и познакомиться там с этими всеми, дедами, барной индустрии, представляете, какие там, волки собрались, и все эти бары, это очень круто, и поехать, к примеру, в Берлин, стоит порядка, ну, 200 евро, в среднем, да, в обе стороны, плюс посещение выставки два-три дня, это 60 евро, плюс покушать, плюс, как-нибудь, accommodation, место, где он может приночевать этот бармен, ну, это все порядка, где-то там, 400 евро, хотя бы затрату, половину частичного, финансировая, бармену так же будет это приятно, но не стоит ему отказывать, потому что, вот, если этого не будет происходить, вот, бармен будет чувствовать, что он здесь не нужен, что, мол, ты хочешь многое, да, а что ты для этого сделал, ведь, в таком случае, мы можем взять, да, вот, ребят с улицы, которые могут работать за баром, и готовить, научить, честно, техники шейка, да, это можно, элементарно, на каждого из вас, но, вот, подать это все, рассказать, вот, это очень сложно, и, когда, когда бармен приезжает с какой-нибудь, поездки очередной, да, он просто заряжен, где-то, где-то, ой, сейчас от тебя, вот, иди сюда ко мне, ну, наконец-то попался, он просто всплеск эмоций, вот, да, я видел здесь, да, я там, а вот там, там что-то какое-то уже, сверху уже там пойдет, может, там, не знаю, но это очень круто, следовать за мечтой, я в данном, в кадре хотел показать о том, что, самое главное, самая большая цель, вот, у барменов, да, это вот участие в конкурсах, мне в этом году посчастливилось представить Украину на глобальном конкурсе, на бокалде, легоси, и сейчас находится 38 стран, мы собрались в Берлине, понимаете, что эти все ребята, вот, это вот целый мир, где ты знакомишься с целым миром, представляя свой бар, прежде всего, представляя свою страну, тем же самым делает рекламу своему заведению, и, как это все произошло, элементарно, это участие в конкурсах, вот, самое такое нелепое, что происходит у наших, да, у совладельцев, это приходят ребята, за бар, да, вот, пишут мне, Дима говорит, а можно я у тебя возьму, там, 30 мл, какой-нибудь ликер, алкоголь, а что ж такое, даже в баре есть, блин, ну, вот, честно, я то возьму, ну, сейчас не списывают, берут по полной стоимости, да, в крайнем случае, это может быть по себестоимости, нам отдают, но, на самом деле, это не серьезно, вот, когда бармен готовится к конкурсу, естественно, он тратит очень много своей энергии, своих финансов, и ему нужна поддержка, вот, со стороны владельца, и понятие такое, как алкоголь, это должно быть по умолчанию, списано, вообще, это вот, даже не обсуждается, потому что мне, ну, на самом деле, когда он собирается в бармен, да, какой-то там кусочек небольшой, рассказывает, ну, что, ты готов там на этот конкурс, готов, говорит, ну, как бы да, говорит, но, нам запрещают, не хотят, потому что большая цифра выходит по итогу этих всех проработок, и все, ага, такие, блин, ну, аж не виноват, понимаете, приходится за свои деньги, в конкурсе это очень большое вложение, поверьте, если даже сделать, есть правила разные, можно сделать даже какой-то видеоролик, да, представить, свой картель, себя, свой бар, это тоже затратно, порядка, там 10 тысяч гривен, покупка какой-нибудь посуды, да, на конкурс, тоже интересно, взять, что это красивое, это тоже там 6 бокалов, да, какие-то там полторы, там, две тысячи гривен, минимально, и эти все затраты, я уже за алкоголь молчу, да, их очень много, сопроводить, сопроводить себя, купить какой-нибудь себе там лук, да, вот внешний вид, там элементарный тоже, ну, дело алкоголя, это касается, потому что, не запрещайте им сейчас, это очень круто, когда, ваш бар представлен на мировом уровне, это нереально круто, даже если это будет локален, но вас будут знать, вот этот бармен, вот он представлен, бармен будут ходить, ну, поверьте, будете всегда на срок ходить, сейчас соцсети, это, просто нереально дают толчок, вот в нашем мире, ну, да, не стоит об этом забывать, и, опыт, конечно, колоссальный дается, понятно, спасибо, хорошо, вот, 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 честно, вот очень важно, и мне действительно жалко тех ребят, которые приходят и говорят, блин, ну, мы не можем, мы с удовольствием, ну, помоги, расскажи, вот так и так, нет, этого не должно быть, поэтому, на самом деле, если вы хотите удержать вашу команду мечты, да, вы должны соблюдать эти минимальные внутренние, да, вот, механизмы, вот, потому что переманить команду всегда можно, не факт, что она останется, эта команда, как всегда, колесо крутится, вертится, я уже нахожусь в баре, да, два с половиной года, меня все устраивает, и, на вопрос, куда вы, меня уже честно переманивали, уже сотни, тысяч раз, да, у меня душа лежит именно в данном баре, и все, что происходит, то есть, все, что я описал, у нас, в этом баре, в нашем, это все есть, и, на самом деле, быть частью этого механизма, это большая честь для меня и нашей команды, поэтому, если золотоделец не сделает эту команду мечты собственноручно, да, вот, с нуля, вырастить таких вот, деток, да, которые в будущем будут приносить ему плоды, этого ничего не произойдет, вот, ребятули, у меня все, я старался, часть, я достаточно много с удовольствием, я очень много с удовольствием. Скажите, какая доля сложных коктейлей, приготовление которых, как performance, занимает в вашей карте? А имена созданы наши? Ну, вообще, ну, есть же у вас там, вот, в вашей карте, да, какие-то коктейли, которые будут, вот, действительно, я такой, вау. А вот, наверное, такой самый-самый, такой вопрос интересный. И как часто заказывают их, в общем, там, замечают там? Есть какие-то такие? А на самом деле, вот, у нас сложилось так, что мы, мы балуем наших гостей, мы очень балуем наших гостей, почему? Потому что у нас есть права выбора пообщаться с гостями. К нам даже приходят гости, да, мы даем барную карту, они смотрят, и ничего не понятно. Там все написано на английском языке, ликеры там, сиропы. Для них это, это мы, да, это наш язык, мы это понимаем. А гость, как правило, даже не больше, ему главная цена, узнаете все, да, готов ли он идти, как правило, если ты все это красиво преподал, то литерий он готов за это платить. Барная карта наша, на самом деле, является, так, конечно, у нас есть авторские коктейли наши, личные, которые мы, будучи вдохновленные создали, это очень интересно, как правило, это самое, так можно сказать, продаваемое, да, вот, не стоит забывать, там, о классике проверенной, ведь от нее отталкиваются, и готовят, и улюбят. Те же там, вот, хэттен, ноутфэшн, набат, такая проверенная история, которая всегда тоже будет работать. У кого еще вопрос, дорогие, понимаете, мы прямо в руку. А если вы, то, что вы можете, если гость пожелает, какой-то напиток, которого нет у вас в мире, ну, я хочу, там, чего-то, я где-то пробовала, вы его знаете, как вы технически, с этим, понятно, что вы его сделаете, но вам нужно как-то пробить, а у вас, еще, уберен, других напитков, как вы это все делаете? Есть такие моменты, как правило, гость, когда я хочу что-то, это такое, не такое, он где-то это попробовал, в каком-то заведении, да, это может быть, а, если я это, я, если я это слышал, коктейль, да, допустим, вы знаете, да, если я, если я, а у вас нет, он в минуту, а вы делаете, то есть, вы рекомендуем, как у вас делать, в год, а мы не можем, а мы всегда, мы всегда готовим к гостю, если это, и наличие ингредиентов не позволяет, я ему это приготовлю, обязательно, я пробью ему по ингредиентам, указание количества, там, 30 того, 15 того, 20 того, все, да, вот это такой момент, второй момент, если гость приезжает, а я вот хочу коктейль, горячая изба, да, вот ты так смеешься с этого всего, как бы в душе, да, но, вид, ты, конечно, красавчик, ты держишься, потому что, ты должен понять, что эта горячая изба, где-то была в каком-то, я не знаю, там, в Запорожье, в Запорожской области, где-то там, в селе каком-то, но вы там пришли парагоз, ему нужно дать понять, что, то, что было там, оно остается там, вы же не зря, приехали к нам гости, нужно попробовать именно наш напиток, горячая, горячая, не поскорил. Вот, вот, таких моментов, и, кто себя понимает, вот, представляете, вы приехали в столицу коктейля культуры, там, Лондон, да, лучший бар, который входит в КОП-50, это, American Bar, да, в гостинице с собой, да, либо там, в Ортезиан, известным таким вот, дедам, и вы такие кричите, ой, а мне там в паровозе готовят этот, с огурцом вот этот коктейль, сделайте мне вот такой же, вы приехали, потратили кучу денег, приехали в эту гостиницу в Лондон, да, вот, посмотреть на эту всю историю, вы подходите к бармену, и там вот это, сделайте, что мне там, избу вот эту, неплохо в Киеве готовят, то есть, на вас там посмотрят, как на, знаете, кого, да, ну, нужно это бармену, все аналогично, и, ответить это все, с умом, да, если это коктейль классика, мы это приготовим, вот гость хочет сравнить, там, в Лондоне, там, с Азера коктейль, и у нас, да, то есть, в Европе тоже есть, ну, такая практика, что я могу поднять, если прохожу, сказать, я хочу, мы это у вас сменим, подыхватное, скажем, это у нас, и нет, это у них нет такого, только мы так, гостя, на самом деле, мы больше всего прогибаемся, мы больше, украинцы, они больше всего прогибаются, под гостя, и, насколько уже это, пошел тренд, что, зайдя в другой бар, да, будучи в Киеве, ты приходишь, и тебе бармен скажет, нет, мы такого не готовим, все, гость услышал, нет, вот это нет, это его, вот он уже нет, он уже туда не зайдет, потому что, ты должен понимать, что если ты скажешь нет, этого вообще слова не существует, ты всегда должен искать альтернативу, приходит кость, вот, тоже яркий пример, вот, кость захочет выпить, я не знаю, там, ну, гады, да, коктейли, почему бы и нет, все же как бы есть, но, но это скучно, да, именно в данном баре, в нашем примере, да, вот, я вам предложу альтернативу, попробуйте вот этот коктейль, здесь три вида рома, вот, коктейль был создан на Кубе, в сороковых годах, вот, это первая культура, которая принесла тики коктейли, да, рома, цитрусовая, все красиво отписать, донести, конечно же, но если он не хочет сбить то, что я предложу, я ему их приготовил, да, вот, но если это изба, изба какая-то, да, горячая, там, 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 вроде, ссори, а вы знаете, что у пара, паровоз есть противоположная сторона, то есть есть пара, которая полностью противоположна паровозу, если паровоз это красивое эстетическое заведение, то есть пар под названием Том Сауэр, он находится, если я не ошибаюсь, на Крещатике, и там творится очень жестко, и если правило, ну, поверьте, я не буду рассказывать, что именно там творится, там творится просто настолько, ну, реально зло, и эти ребята, они, к сожалению, ну, как бы, они профессионалы, потому что я сравнивал, я пробовал в паровозе, и пробовал у этих ребят, то есть разница колоссальная, вопрос, а ты что вы там пробуете? А, есть такие заведения, без них никуда, да, это нормально, это вот, у владельца есть деньги, я пойду открою бар, все, вот я сделаю бар, он не думает о последствиях, не думает ни о чем, потому что, я сделаю бар, он будет работать, мы уже, на самом деле, смеемся нашим баром, что каждую пятницу открывается бодребар, в городе Киеве, и как они открываются, так они и закрываются, там нет ни души, ничего там нет, я не хочу там сказать, об этом что-то баре, я не был там, не был, в данном баре, не знаю, что там происходит, я даже не знаю, кто там сейчас работает, я знал еще на первых этапах, когда он построился, когда там был ремонт, когда там была команда еще более, что там сейчас происходит, таких заведений не будут, они будут, и как правило, вы сами, вот вы прошли, увидели, не хотите, ну не ваше, кому-то нравится, кто-то любит танцевать на барной стойке, либо там с леди бармена, пить с груди какую-то там текилу шот, запусывая лайм, кому-то ж такое тоже нравится, кто-то любит, чтобы пил абсцент, и ему там пиной бочкой по голове на каске стучали, такое тоже прошествие, вот, здесь сколько, знаете, сколько людей, сколько имений, конечно же, но мы-то приобщаемся к культуре, потому что за этим будущее, и мы приотвечаем гостя, в данном случае, чтобы он приходил и почувствовал разницу, тем же самое, мы его завлекаем, это вложение на будущее, янца. А ситуация, когда гость добился? Когда, вот это очень главное, тоже момент, гость пришел трезвый, да, есть разные ситуации, может быть, гость уже, такой уже, прикипан выпивший, да, под выпивший, его охрана, если есть охрана, если нет, нету охраны, да, да, допустим, она должна быть, нету охраны, мы, конечно, не нальем этому гостю, да, вот, почему, потому что, пьяный гость, это мертвый гость, да, он еще приходит, говорит, убей меня, вот я хочу, убей меня, вот и все, от этого мертвого гостя, поверьте, в нас никакая копейка не залетит в карман, мы его, во-первых, не возьмем, потому что он как пришел, так и растворится где-то, да, если это там, начинает буянить, все, начинает буянить, мы останавливаем, я даже, я даже, если смотрю по гостю, да, если ему еще один коктейль зайдет, на самом деле, он трезво общается, но он уже такой хорошенький, я ему не наливаю, обид очень много, я ему даю понять, то, что на сегодня ваша норма подошла к логическому концу, я вам могу помочь, там, вызвать такси, сопроводить, это, это нормально, это классно, это будет такой персонал, так же, да, который он заценит, но он заценит на следующий день, первый, ну, в этот вечер у него алкоголь, у него я хочу, все же мы знаем себя, да, эгэй, давай, бармен, ты меня еще попляшешь, Глент всегда прав, да, честно, как бы, он всегда прав, но не всегда, это вот правило, вот, не будем об этом, я как, лицо, я как, я как, владе, я как, сказать, хозяин образно, да, бар, в данный момент, нахожусь, и он, этот гость, полностью под моей ответственностью, и я хочу, чтобы он был трезвым красавчиком, образно, вот, и на следующий день, как правило, вот, приходят эти гости, извиняются, жмут руку, мы пьем с ними кофе, и обсуждаем вчерашний день, есть такие моменты, и, как правило, честно, людям, людям стыдно, потому что, они знают, что они придут еще к нам бар, и, они приходят извиняться, и, но мы не на Львах, когда гость уже хорошо, мы не на Львах, на эстону. Какие тренды вы считаете актуальными наступного року? В этом году очень много сауробактерий, и так далее, наступного года, возможно, ром, крымский, и вот. Ну, тренды, на самом деле, это больше замечают работники данной сферы, да, гостям всегда главный тренд, вот, будучи гостям, гостям самый главный тренд, это гостеприимство, это всегда будет актуально, всегда есть, а здесь очень важный тоже момент, как ты это предоставишь, неважно, гостям не нужно знать, какой там был, да, слабоалкогольные коктейли, крановые коктейли, да, драк, вот, пришел гост, вот, хоп, коктейль налился до секунды, вау, класс, какой эффект, что-то поджигает, гостя, ну, на самом деле, проработки, 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 в данном случае, тренды, тренды задают правила, да, вот, у нас, в Украине, мы все тренды берем, берем, как правило, это вот, Америка, как правило, это Европа, где-то, сколько, пландардау, возьмем, столицу, все эти тренды, мы хватаем, что-то у нас создается, новое, может быть, но минимальности, в основном, мы все читаем, мы все смотрим, все узнаем, доносим это гостю, тренды будут, там, на следующий год, к примеру, там, позиция алкоголя, да, если вам что-то нам скажут, там, мискаль, да, агава и напиток, это, продлитель текилы, да, отец, пекилы, так сказать, это будет кашаса, да, потому что еще люди не привыкли пить, вот, когда ты нюхаешь, к примеру, нюхали, вот, да, 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 ну, знаете, астроном, многие гости приходят к нам за два, ой, фу, воняет, мая смешняя, стала там, какая-то заливка тракторная, еще что-то, масло, то есть, ты хочешь понять гостю, что, вот это вот, миф, это мнение, оно должно, разлечься навсегда, ты ему даешь понять, почему это так, и что за этим стоит, к гостю не важны эти тренды, он за ним сидит, ему, прежде всего, этот тренд, это госих принства, а тренды мы будем задавать, приносят на гости, вот, если ты приходишь в заведение, там, одно и то же, скажешь, там, полгода, да, вот, конечно, заведение стоит на месте, да, очень приятно, вот, приходишь там, о, а у нас сегодня это, а у нас сегодня, а попробуйте этот, а вот, а вот мы привезли коктейль из Франции, а вот мы привезли коктейли из Италии. Вдохновились этим. Я поехал в отпуск куда-нибудь, на остров Бали. Я проходил все истории, я создал коктейль. И этот гость очень приятный. Такой персонал пачки. Вот это будет важно. Потому что, поверьте, если выйдет на гость, будут наши тренды дальше. На самом деле, знаете, самые большие, кто сидит за трендами, парень, это этичники. Честно вам скажу. Это вообще наши люди. Они все знают. Они приходят, они могут даже парни, ну так вот красиво рассказать, что... Они много где ездят, путешествуют, и наши тренды это этичники, честно. Друзья, у нас еще два вопроса.